Алфавит нас так расположил, что мы вторые после КПРФ. Поэтому как вчера, так и сегодня я вынужден наши акценты расставить. Свобода слова. Мы тоже за развитие науки. Но наука не может быть отдельной от государства. Учёные помогли царю сохранить империю? Нет. Учёные помогли сохранить Советский Союз? Нет. Сейчас за эти 20 лет хоть один учёный что-то сказал, как нам нужно развиваться. Каким должно быть общество? Нет. У меня был Фортов, президент Академии наук. А вчера на митинг не позвали. Позвали только коммуниста. Да? Вот голосование всё, наших учёных, в 10 раз больше за коммунистов, чем за ЛДПР. И в 7 раз больше за яблоко, чем за ЛДПР. Вот и причина вашего крушения, господа учёные. Вы ещё сами не можете научиться, за кого надо голосовать. Блевотина. Вот. Вот видите, хулиган-бандит сидит там, нижегородский таксист опять, да? Вот что он говорит. Вот это вот, вот он, видите? Ему в психушке сидеть, а он здесь во фракции сидит. Лидеру парламентской партии говорит слово Блевотина. Сейчас мои ребята подадут тебе по морде дадут, подонок. И выгнут тебя из зала. Бандиты, пьяница. Сифилитик. Подлец. Я тебе на одно твоё слово 100 тебе скажу. А я, Владимир Владимирович, давайте успокоимся все. А что вы его не успокоите? Я его тоже успокою, я его успокою, я попрошу действительно соблюдать порядок. Собрались бандитов во фракции. Владимир Владимирович, успокойтесь, пожалуйста, тоже. Я готов, но вы свидетель. Я свидетель, да. Всегда начинают они, или подлые коммунисты, или демократы здесь сидели, СПС и яблоко. Только так. Мы никому слова плохого не сказали. Никогда. Никого не оскорбили. Никого. Это ты, Блевотина, Советский Союз завалил скоты. Владимир Владимирович, пожалуйста, успокойтесь. В 91-м году кто сдал страну? Коммунисты России. Миллион было им. Все струтили. Это вы блевали дома, коммунисты московские. Миллион был. Я вышел один на Манежную площадь. С охраной. Потому что мы не знали, что будет митинг. Это же кто-то передает своими, что демократы собираются. Сейчас тогда на Манежке, а сейчас на Болотной. В этом проблема, Ж.С. Иванович. Что не можете разобраться сами, ученые. Не можете. Повторяю еще раз. Мы за науку. Мы за то, чтобы в бюджете первой строчкой шла наука. Второй оборона. Иначе нас будут сминать. Третий транспорт. Сегодня будет министра транспорта. Четвертое сельское хозяйство. Надо накормить всех. Пятое здравоохранение. Надо лечить страну людей, как везде хорошо. Шестое образование. Это все должно быть приоритетное. Шесть позиций. Обязательно это делать. И мы об этом говорим каждый год, каждый день, каждый час. Но вот каким путем идти, русские ученые, советские и нынешние, общественники. Ж.С. Иванович, не путайте. Вы физик. Великий физик. И физикам спасибо. Они нас защитили. И еще многие-многие годы изобретения физиков будут для нас щитом. Я говорю об обществоведении. О гуманитарных науках. Одни царя хвалили, другие критиковали. Советскую власть хвалили, критиковали. Сейчас хвалят, критикуют. Сейчас все ваши ученые молчали на выборах мэра Москвы. Что вы сделали? Вы ничего не сделали? Это 600 тысяч. Это та самая молодежь вышла безумная, которую подготовили московские вузы. Ваши доктора наук. Как можно голосовать за бомжа? В Нью-Йорке смеются, говорит. Там идут титаны, великие люди Америки на мэра Нью-Йорка. А на мэра Москвы идет бомж из Марина. И 600 тысяч москвичей выходят голосовать. А это не признак болезни? 600 тысяч. Но они голосовали не из-за Навального. Против власти. И власть должна по-другому считать. Мы должны суммировать голоса Навального 27. И остальных кандидатов 20. 47. Плюс-минус фальсификации, психиатрические больницы, закрытые учреждения. Пополам получается. Власть должна сделать вывод. Всё. Страна не может развиваться, чтобы кто-то доминировал. Поэтому что нам нужно сделать? Выводы сделать. Не надо копаться в прошлом. Было много честных коммунистов и беспартийных. Мы говорим об отдельных личностях. Как и здесь. Фракция нормальная. Один-два дурака портит всю обстановку. Это в любой фракции были. Кроме ЛДПР. Чистота, порядок, молодость и перспектива. Вот они сидят. Молодые, энергичные. Вот сейчас что делать давайте? Сейчас же опять я говорю, Ж.С. Иванович. Академия НУК молчит. Я предлагаю сформировать три блока. Кремль уже согласился. Да, и блоки разрешат. Одномандартная круга. Всё разрешили. Всё, что просили кто-либо, когда-либо. Всё можно. Вот давайте пойдём на выборы в Государственную Думу. Тремя колоннами. Пускай Геннадий Андреевич всех левых. Блок социалистических партий. И Справедливая, и Удальцов. Ну, все-все левые. За социализм. 20% больше нельзя. Консервативный блок есть. Единая Россия. Фронт. И все, кто поддерживают. Кремль, чиновники. Ну, всё вместе взятое. Пожалуйста. 50% у вас может быть пока. Выборы в Москву показывают, что до 50% вы с трудом дотягиваете. Но Москва всегда голосует неправильно. За пределами Москвы результаты выше у власти всегда. У крестьян, у провинции более здоровый патриотический дух. А здесь всё больше сексуальное меньшинство. Поэтому и другая национальность. Поэтому немножко искажаются результаты выборов. Это то же самое в любой столице мира. Гей-парады не проходят в деревнях. Они проходят в Париже, в Мадриде и в столицах. Потому что там жизнь такая тяжёлая, что волей-неволей только и прожить можно через извращение. И политические, и сексуальные, и алкогольные, и наркотические. Так вот три колонны. И демократическая колонна. Завтра у меня поединок с Прохоровым. Прошу всех поддержать, чтобы звонили по сто раз в мою пользу. Вот ему я предложу завтра сформировать блок демократических партий. ООН, Гражданская платформа, Парнас, Манас, Яблоко, Навальный, Немцов. Ну все вместе. Все вместе они получат 10%. И всё успокоится. И сядет здесь три блока. Три блока. ЛДПР модератор. Мы будем следить за всеми тремя блоками. Мы не можем быть в куче и в колхозе. Ведь у вас колхоз. Все коммунисты, все социалисты. У них уже фронт. Тоже колхоз. И демократы. Сколько их развелось. Вы же видите? И бомжуют. Явлинские бомжуют в Петербурге. Немцов в Ярославле. Урлашов там тоже был. Где-то там этот... Розман в Петербурге. И везде понемножку они пролезли. Как черви. С гнилого трупа. Ельцинской эпохи. Но это люди наши. Мы должны уважать. Пока мы не уважаем политические меньшинства, нас заставят уважать сексуальные. Так давайте скорее уважать политические. Иначе мы этот этап проскочим. И придется нам отвечать всей Европой по другим статьям. Вот три колонны. Три блока. И у консерваторов будет большинство. 51 не больше. 49 отдайте. Вот коммунисты, социалисты блок. Значит демократический блок и ЛДПР. Все. Нам 9, 20 коммунистам. Нет, нам 20. Коммунистам 20 тоже. И 9 демократическому блоку. Правильно я говорю? Некому воды налить. Из-за этого коммуниста у меня даже во рту пересохло. Я вспомнил гражданскую войну. Думаю, что же так рубали они, русские, красные и белые. Вот потому что оскорбляли друг друга. Потому что невыдержанность. Университетов не кончали. А я два факультета. Вот родной стоит здесь на Маховой за углом. Все честно. Значит я выиграл процесс у Пономарева. Пресса молчит. Как против меня? По всем каналам. Против Жириновского. Иск там 60 миллионов. Я выиграл. Молчит пресса. Гонопольский сегодня вдруг начал вспоминать, что да, действительно у ЛДПР было 15 тысяч людей на митинге в пятницу. А в пятницу нет, никого не было на митинге. Четыре активиста погибли. Никто даже телеграмму соболезнования не прислал. Если бы у коммунистов хоть кто-то ногу бы сплотнулся, я поздравил бы Зюганову. Четыре человека погибло. Возвращаясь домой. Авария на дороге в сторону Пскова. И только Чуров прислал телеграмму соболезнования. Вот такая у нас межфракционная и межполитическая ненависть. Мы даже рады, когда у кого-то погибает. В тюрьму сажают. Плохо, чтобы было. Вот беда русского народа. Потому что никто не хочет никакой солидарности проявить друг с другом. Даже в случае смерти. Это же наша молодежь. Какая разница под какими знаменами и с какими партийными билетами. Это пьяница-водитель. Это мы сделали всех водителей пьяницами. И ночью идут автобусы и сталкиваются на дорогах России. А чего он пьет, подумаем давай. Жизнь противная, потому что. То царь, то социализм, то капитализм. Ну что на человека набросились-то? Ничего же нету. Никакой перспективы. Поэтому к бутылке тянется рука. Тогда, когда мы перспективы не даем. Перспективу дает. Спасибо, Владимир Владимирович. Уважаемые коллеги, недопустимо вот то, что произошло в начале выступления. Недопустимо провоцировать выступающего, да и отвечать на низкие провокации. Вот Михаил Михайлович, вы что, получили удовольствие? Вы оскорбили. В свой адрес получили, так сказать, оскорбление. Это какой-то мазохизм с вашей стороны. Коллеги, давайте помнить, что это зал заседания Государственной Думы, высшего законодательного и представительного органа страны. На нас депутаты смотрят, на нас смотрят наши избиратели. Продолжение следует...